Боже, милости будь ко мне грешным, Ты создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Если славится, грешил Господи, прости мне грешно, Ты помилуй. Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матери Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувима, и достойную большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Господи, Господи, Иисус Христос, Сын Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, силы честного и Житворящего Креста, и Святого Ангела моего Хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси мне грешного, потому как Ты благ и человеколюбий. Аминь. 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 Царь Небесный, утешитель Дух истины, вездесущий и весь мир наполняющий источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отсовестивенность Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые, и посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыне Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому ножнику нашему. И не введи нас в искушение, но избах нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава. Во веки. Аминь. Аминь. Встав после сна, преподаем к стопам Твоим благе, и ангельскую письмо сглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвы Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыне Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ума просвети, и сердце, и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвы Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков, умни. Аминь. Внезапно придется дея, и деяние каждого обнаружится со страхом воскрепленную полночь. Свят, свят, свят ты, Боже. Молитвы Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твоего человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слово Твоему, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодавном сердце и воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся, и припадем к Самому Христу, Царю нашему Городку. Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, «Возвратитесь, сыны человеческие!» Ибо перед очами твоим тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стражам ночей, Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше перед тобою, и тайное наше перед светом лица твоего. Все дни наши прошли во гневе твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счастливать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, да коли, умилосердись над рабами твоими. Рано насыти нас милостью твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах твое дело твое, и на сынах их слава твоя. И да будет благоволением Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших спаспешивствуй нам. В деле рук наших спаспешивствуй. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита мое, Бог мой, на который я уповаю. Он избавит тебя от святи ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящей днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Подут под для тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебе, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею. Наасведа и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби. И избавлю его, и прославлю его, долготую дней насыщу его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Божия! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Божия! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Божия! Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков Аминь Боже, очисти меня грешного Ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля Дай мне не подвергайся суждению Открыть мои недостойного уста И восхвалить Святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и всегда и во веки веков Аминь Аминь Восстав в стае позади ночи Приношу Тебе песни спаси И подарок стопам Твоим Взываю к Тебе Не дай мне уснуть в греховной смерти Но сжалься надо мной Добровольно распявшейся Скоро подними меня беспечно лежащего И спаси меня стоящего при Тобой на молитве И после сна ночного пошли мне ясный Безгреховный день в Христе Божий И спаси меня Владыка, человеколюбчивый Встал после сна Я спешу к Тебе И по милосердию Твоему принимаю За угодные Тебе дела Я молюсь Тебе Помоги мне всегда и во всем И избах мне от всякого зла в мире И от дьявольского искушения И спаси меня и висарство Твое вечное Ибо Ты мой Творец И источник и податель всякого блага На Тебя вся моя надежда И я возношу Тебе хвалу Ныне и всегда и во веки веков Аминь Господи По обильной Твоей благости И по великому Твоему милосердию Ты дал мне работу Твоему Прошедшее время И этой ночи провести без напасти И без всякого радостного зла Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего Удостой мне преследить Твоей истины С просвещенным сердцем Исполнять Твою волю Ныне и всегда и во веки веков Аминь 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 Господи, Вселенные Жители Божьи, Силы Бесплотности И всякой плоти На высотах небесных живущих Озирающих долг земли Наблюдающих сердца и полосы И ясно ведущих тайны человеческие Безначальный и вечный И неизменный свет Который не оставляет Затененного места на своем пути Ты сам, Бессмертный Царь Примим, Олеги Наш Который мы в настоящее время Надеяться на обиде Сострадания Твоего Творить Тебе из нечистых уст И прости нам Прогрешение наше Совершенное нами делом Словом и мысля Вольно и невольно И очисти нас от всякой И нечистоты плоти и духа И дарой нам Забодрствующим сердцем И трезвенному мысля Прожить все наше Здешней земной жизни В ожидании наступления Светлого и славного дня Второго пришествия Недородного правосы Господа Бога И Спасителя нашего Иисуса Христа Когда общее судья Придется славу воздать Каждому по делам Его Занайнет Он нас Небежащими Сонными Но бодрствующими И восставшими Среди исполнения Заповедь Его И готовыми войти С Ним в радость И божественный чаток Слава Его И непрестанные голоса Торжествующих И невыразима радость Великих низкосанную Конститурица Твоего Ибо Ты истинный свет Просвещающий И освящающий Весь мир И Тебя воскрывает Все творение В веки вечной Аминь Аминь Святой Ангел Поставь Влюсти Мой бедной души Несчастную жизнь Не оставь Негрешного И не отступи От меня За невоздержанность Мою Не дай Возможности Злому дельному Подчинить Мне себе Посредством Этого смертного Тела Возьми Крепко Несчастно Пустившуюся Руку Выведи Меня на путь Спасения О Святой Ангел Божий Своитель Поставитель Бедной Мой души И тела Прости Мне Все Чем Я Оскорбил Тебя Во все Дни Моей Жизни Если Я С чем Согрешил Прошедшую Ночь Защити Меня В настоящий День И Сохрани Меня От всякого Искушения Уражеского Чтобы Умени Прогнивать Бога Никаких Грехов И Молись За Меня Ко Господу Чтобы Он Подгладил Меня В страхе Своем И Собир Меня Рабом Достоин Своей Милости Аминь 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 Пресвятая Владыка Самая Богородица Святыми Твоими И Всесильными Мольбами Отгони От Меня Ничтожного Несчастного Раба Твоего Уныния Забвения Неразумия Нерадения И Все Скверные Лукавые Хуйные От Помраченного Ума Моего И Погаси Пламень Страстей Моих Ибо Я Нече Слав Избав Меня От Многих Губительных Воспоминаний Намерений И Освободи От Всякого Злого Воздействия Ибо Ты Благословен От Всех Родов И Твое Пречестное Имя Славит Свою Твое Веков Аминь Молите Бога О Святые Угодники Божие Игнатия Надежда Владимир Ольга Анатолий Галина Георгий Дмитрий Станислав Екатерина Елена Елина Сергеева Мы усердно к вам прибегаем Как скорым помощником Молитвенником О душах Наших Богородица Дева Радуйся Благодатная Мария Господь С Тобой Благословен Ты Между Женами Благословен Плод Чрева Твоего Ибо Ты Родила Спасителя Душ Наших Спаси Господи Людей Твоих Благослови Принадлежащих Тебе Помогая Православным Христианам Побеждать Врагов Захраняя Силы Креста Твоего Церковь Твою Спаси Господи И помилуй Отца Мого Духовного Игнатия Батюшу Иакима Мамы Братья Сестер Родственников Начальников Благодетелей И всех Блиерих Моих И друзей И всех Православных Христиан Подавим Твои Земные Небесные Благо Не Реши Их Милости Твоих Посети Их Укрепи Силой Твоей Даром Здравия И спасения Души Ибо Ты Благ И любишь Людей Аминь Упокой Господи Души Усовших Рабов Твоих Родителей Родственников Благодетелей И всех Православных Христиан Прости И грехи Вольны Невольны Дарим Царствие Небесное Со Святими Упокой И Христе Души Рабов Твоих Правцев Отцов И братьев Наших Там Где Нет Ни болезней Ни печали Ни душевных Страданий Но Жизнь Бесконечная Воистину Достойно Прославляй Тебя Как Богородица Всегда Блаженна И Пренепорочна И Матерь Бога Нашего Мы Увеличаем Тебя Как Истинную Богородицу Родившую Безболезни Бога Слова Достойно Большей Почести Человек Сраввины И Несравненно Славнейшего Нежели Серафима Слава Отцу И Сыну Святому Духу И Ныне Всегда И Во веки Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молит Ради Прочистой Твоей Матери Преподобных Боленосных Отцов Наших И Всех Святых Помилуй Нас Аминь Аминь Боже Наш Милостив Небес Помилуй Детей Наших За которых Мы Смиренно Молим Тебя И которых Предаем На Твое Попечение Защиту Уложи В них Крепкую Веру Научи Благоговеть Пред Тобой Удостои Крепко Любить Тебя Нашего Создателя И Спасителя Направь Их Боже На Путь Истины И Добра Чтобы Они Все Делали Вас Слава Твоего Имени Научи Их Благочестиво Добротельно Жить Быть Добрыми Христианами И полезными Людьми Дань Здравия Душевно И Телесного Успех В трудах Избавших От хитрых Кознедьяволов Многочисленных Соблазнов От скверных Страстей И от всяких Нечестивых И беспорядочных Людей Ради Твоего Сына Господа Нашего Иисуса Христа Помоли Твоему Прочистой Матери И всех Святых Приведи Их Тихо Пристани Твое Вечного Царства Чтоб Они Вместе Со Всеми Праведными Всегда Благодарили Тебя С Единородным Твоим Сином И Животворящим Твоим Духом Аминь Господи Божий Возри На детей Наших Ниспошли На них Духа Премудрости Разум И Благочестия Просвети Их Светом Твоего Благоразумия Чтоб Они Скоро Уразумели И усвоили Изучаемые Им Предметы И потребили Их На благо Твоей Церкви На пользу Ближнего Своё Спасение Потому что Ты Источник Примудрости И Тебе Слава Возносим Всегда Непресно И Во веки Веков Аминь 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 Спасибо Господи Помил Отца Родители Сродника Благодетели Митрополита Илариона Епископа Евтихия Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священная Акима Павла Геннадия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амвросия Вадим Азосим Андрея Максима Владимира И Глебу Не дай погибнуть Господи Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диодора Митрополита Тихона И весь священнический И высший Истинных Служителей Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Да еще Священникам Господи Если угодно Тебе Смири власти Воинств Твоих Наведи Страх Твой на них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Сохраня Их От покушения От них Умудри Их Издавать Добрые Законы Да были Дали Достойно Жить Людям Да Было Еще Уделять Нуждающимся Коснись Сердца Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена И Амана И даруй Мир Израилю России Украине Сирии Где война Идет И научи Насценить Это мирное Время И приготовь Землю К великим И грозным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную За отступничество От Тебя Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что Жизнь нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Все наши Таланты Дарованные Тобой И для всего Почти нам Добрых Помощников Наставников Советников И сохрани Нас В этот день От нарушения Заповедей Твоих Святых Помилуй Нас Господи Соделай Жизнь Нашу Бодрственную Как бы Сегодня Ты отзовешь Нас Из этой Жизни Умудри Во спасение Избавить Непосильных Искушений Защити Жилища Наши Исселения От пожара От воров От нечистой Силы Будь милостив К нам Господи Исселение Нашим Благослови И помилуй Андрея Игоря Игоря Серафима И сына Ио-обратив Владимира Болящую Людмилу Любовь Благослови Владимир Алексей Иосиф Екатерину Анастасию Наталью Егения Романа Михаила Нину Анну Юрия Рахиль Ездру Рустика И даруй Веру Христову Истинную Самире Тимуру Моги Господи Помилуй Возри На угрозы Врагов На все Их Пакости Разруши Их Замосты На зло И обрати Их К Кристине И примири С нами Если угодно И в судный День Не помяни Их Безумие Благослови Благодетели Наших Воздаем Добром В этой Жизни Будущей Елену Людмилу Обрати Евгения Наталью Надежды Эдуарда Юрия Хвала Тебе Наш Иисус И отступников Найди Михаила Николая Александра Юлия И благослови Максима Умещи Сердце Его Путешествующих Раису Льва Виктора Благослови Возврати Родственников Наших Всех Найди Такие Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Марию Татьяну Подай помощь Болящим Дай силу Перенести Безропотно Страдания Пошли Мне Исцеление Глаза Если угодно Тебе Илариона Илариона Благослови Кирилла Алексея Надежду Алевтину Людмилу Неанилу Неанилу Валентину Валентину Марию Александру Ирину Роженицу Ища до Ее Александр Благодарю Вячеслава Вячеслава Владислава Валентина Всех Помогающих Трудящихся Сергея Виталия Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Обрати Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Леонтия Леонида Симона Хвала Тебе Наш Господь Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Саваоф Вся Земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышне Богу И на Земле Мир И в Человеках Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господь За тот День В который Дал Мне Веру В Тебя Страх Пред Тобою И ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господь За день В который Дал Мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов На каноны Церкви Как на Истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Господи Воздай Добром И благослови Всех Помогавших Нам В путешествии Благослови Виктора Виктора Николаев Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Надежды Людмила Хвала Тебе Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога Обо Мне Грешным Благодарю Тебя Мой Ангел Сколько лет Ты Хранил И Защищал От Видимых И Невидимых Опасностей Прошу Тебя Не Покинев Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тело И Проведи Душу Мою Помытарством Страшным И Непонятным И Веди Навеки Вечно Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О Нас Научи Нас Господи Жить И В Бедности Имея Пропитание И Одежду Быть Благочестивым И Довольным Никогда Не Роптать Никому Не Завидовать И Быть Во Всем Экономным Аллилуйя Святитель Христов Никола Мирликийский Чудотворец Образ Кротости Воздержания Добрый Архипастор Моли Бога О Нас Молите Бога О Святые Пророки Божии Илья Елисея И Нох Моисей Самуил Аарон Иов Авель Ной Иосиф Патриархи Едра Неем Амос Наум Исайя Иеремия Варох Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода То наше Отшествие Не застал Нас Неготовыми Но чтобы Вышли На встречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Илея Добрых Дел Соделанных Духи Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога Она Святые Ангелы Архангелы Херувимы Серафимы Все небесные Силы Престолу Божию Предстоящие Святые Апостолы Петр И Павел И Евангелисты Матфей Марк Лука И Иоанн Да дарует Господь Нам жажду Исследовать Священное Писание Ибо Через них Мы думаем Иметь Жизнь Вечную А они Свидетельствуют О тебе Молите Бога Она Святые Мужченики Мужченицы Игнатий Богоносец Поликарп Сминский Осин Философ Космай Дамиян Андрей Стратилат Иерон Мужченик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Некомедийский Георгий Победоносец Пантелеимон Сорок Святых Мужчеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Венемин Никто Не принял Начертания Зверя Антихриста Анфиму Венемину Дай веру Старшие Родители За такое Ложное Воспитание Молите Бога Анас Святые Отцы Василий Великий Григорий Богослов Ян Златоуст Апанасий Великий Крем Сирин Антоний Макарик Макарик Антоний Феодосий Корнили Ио Серги Радоности Степан Пермский Серапим Саровский Ян Тобольский Ян Кронштадтский Ян Шанхайский Кирилл И Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет И все Переводчики Священного Писания Молите Бога О нас Да Укрепи Ты Сохранит Нас Господь Святой Православной Вере А замыс Ретяков Разруш И Вничтоп Пресврате Разве Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Фёкла Первомущенница Патина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матер София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетой Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прескила Якила Андроник Июния Киприяна Устина Благодати Твоей Господи И Соедини Молитву Нашу С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле О Всевышний Создатель Изъеждитель Всего Видимого И Невидимого Услыши Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий И пролитой Крови Сына Твоего Единородного Господа И Бога Нашего Иисуса Христа Услыши Прими Нашу Молитву Исполни Ее О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И Дослышит Раб Твой Дослышит 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 Аминь Дослышит Дослышит Аминь Дослышит Всем Сергей Павлович Аминь Доброго Тоже Еще Маленько Добавить Одно В самом Начале Когда Произносишь Что-то Каким-то Образом Пометку Потом Сделать Или Как Каждый Ролик Который Сейчас Будешь Насчитывать Начало Комментарий На какое Место Писание И Кира И Каким Заканчивается Потому Что Тебе Это Легче Всего Сделать Потому Что Считаешь Или Как Место Сделать Как Место Тебе Место Место Списание Перед Так, постойте. Взыводь, подождите. Взыводь, вожжете, вывесите, все выглядит. А она теперь включается в дефицит. Она теперь включается в дефицит. Иначе она раскушает, все. Выдергли, и потом облака вставляется. Понимаете? Аккуратно не включается. Все вытаскивает, а она там, залпачки, хлест, и все вылезает. Все выглядит, а потом она восхищилась сама. А он уехал и никогда не доверяется Это аппаратура Что-то не заряло Давай снижай Да ты никуда не ездишь Не ездишь Нет, сзади следует Но тут грязно Ты только услышишь Сколько часа Когда эта земля тебя освещает И ночью Если часа только в течение Несколько Давай я тебе посвящу Подключить Ему даже не подходить машинку Все это мне мешает Так, а вот это я вступил Так, все Все, с Богом Давай, двигай, дверь закрыты Володя, а я голубя выпущу Как? ПО-НЕ ОТО ПО-НЕ ОТО ПО-НЕ ОТО Продолжение следует... 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжение следует... 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 Епископов. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять и разлениться, то чем исправиться? Если нет обличения, значит невозможно ждать и исправления. В диссертациях, богословских званиях. Где эти уроки обличения для семинаристов? В какой предмет они заложены? Чтобы обличать и исправлять кого-то, нужно знать отступление того, кого обличаешь и в чем он отступает от заповедей Божьих. Это изречение Феофилакта должно быть сегодня вывешено в виде плаката во всех храмах. Не оставляйте горьких обличений. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять и разлениться, то чем исправиться? Толкование на Матфея 5.34.37 Знай, что в то время божба не составляла худого дела, но божиться после Христа есть дело уже худое, подобно как обрезываться и вообще иудействовать. Комментарий Игнатия Лапкина. Царская Россия именовалась православным государством, но несмотря на это принуждала всех своих подданных и православных и неправославных к клятве при поступлении на военную и гражданскую службу, так как присяга была не просто торжественным вещанием, но в ней присутствовали слова «клянусь, клянусь, клянусь». В связи с этим православные богословы вынуждены были оправдывать такие противоевангельские поступки, говоря, что запрещается только клятва ложная. Такие объяснения мы можем увидеть и протоиерея Григория Дьяченко, и архаепископа Аверкия Таушева, и у других. Однако вот что говорят об этом святые отцы. «Клятва вообще запрещается, тем более достойна осуждения клятва, данная в злом деле», — святитель Василий Великий. «Весьма плохо и давать клятву, и требовать ее, в обоих случаях оскорбляешь правду». «Как избежать клятвы? Приобретем такие нравы, которые бы внушали доверие. Избегай всякой клятвы, но чем же утвердить других словом и жизнью?» «Удостоверяющий в слове». «Избегай всякой клятвы, но чем же уверить других?» «Словом и жизнью, удостоверяющий в слове». «Сделай, чтобы посредником твоим были твои добрые нравы». Святитель Григорий Богослов «Соглашайся, лучше понести ущерб, чем дать клятву», — преподобный Ефрем Сирин «Поистине, если клясться, дело дьявольское, то какому наказанию подвернет нас преступление клятв?» «Тяжек этот грех, клятва, потому что не кажется тяжким. Потому я и боюсь его, что никто не боится его. Потому эта болезнь и неизлечимо, что она не считается болезнью». «Бог угрожает разрушить дома клянущихся, чтобы этим наказанием сделать других более благоразумными. Принуждающий к клятве еще неизбежнее, чем тот, кто клянется подвергнется наказанию. Равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. Если кто не желает прекратить клятвы, то я запрещаю такому человеку приступать порог церковный». «Клятва. Поистине есть сеть сатанинская. Освободимся от этой сети. Убоимся заповеди Господа. Приучим себя к лучшему, чтобы, простираясь вперед и исполнив эту и прочие заповеди, сподобится благ, обещанных любящим его. Клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме пренебрежения к имени Божию. Умоляю вас, помните об усекновенной главе Иоанна. Она как бы говорит, «Ненавидьте моего убийцу клятву!» Святитель Иоанн Златоуст «Дает ли кто верную клятву или нарушает свою клятву, подвергается наказанию. Поэтому избегай клясться и несправедливо и справедливо», преподобный Нил Синайский. «Не клясться, значит и не требовать клятвы. Ибо если не хочешь сам клясться, то и от других не потребуешь клятвы по следующим двум причинам. Вопрошающий или стоит в истине, или напротив того лжет. Если человеку обычно стоять в истине, то без сомнения он и до клятвы говорит истину. А если он лжец, то лжет и поклявшись. Преподобный Исидор Пелусиот. Тема более недопустима. Никакая клятва или присяга безбожному светскому государству». Толкование на Матфея 9.37-38. «Жатву называет народ, требующий попечения, а делателями тех, которые должны учить, но которых тогда не было в Израиле». Комментарий Игнатия Лапкина. Говоря о своих современниках, Иоанн Златоуст замечает. «Двенадцать апостолов заквасили евангельской проповедью весь мир, всю Вселенную. Сознайтесь же, насколько худы мы, что если нас столь много, а город почти весь неверующий». Вопрос о делателях встал с первого дня, но так и не разрешился до ныне. «При жизни Христа это имело объяснение, потому что Дух Святой еще не сходил на землю. Но со дня Пятидесятницы, и особенно с начала гонений в Иерусалиме, проповедь о Христе, благая весть о спасении, дарованном Богом, как пожар, разрасталась не только в Иерусалиме, но и во всей Римской империи». Деяние 8.4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Проповедь о Христе включает в себя признание каждого самим себя грешником, погибшим бесповоротно и навсегда. Человека нельзя исправить никакими таинствами, требами и богослужениями, и никакими святынями. Истинные делатели на Ниве Господней всю свою проповедь иногда сжимают до трех слов. Марка 1.15. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». 1 Иоанна 4.8. «Бог есть любовь». В более расширенном варианте это звучит так. Римлянам 5.8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ефесянам 5.14. «Посему сказано, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иван Глядана 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Деяние 4.12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Все эти стихи из Священного Писания нужно выучить наизусть и знать их полное растолкование. Каждого из этих стихов достаточно делателю на Ниве Божией, чтобы успешно сжать пшеницу и бороться с плевелами. Житие святого евангелиста Марка должно побуждать архиереев решительно и быстро находить достойных для рукоположения. «Горе, когда вместо пастыря будет волк-наемник. Если пастырь сам не родится свыше, не руководим Духом Христовым, кого он может привести ко Христу?» Вся деятельность апостолов заключалась исключительно в проповеди, в соделывании святых из грешников, чтобы из волков получились овцы, из Савла Павел. Об этой нужде церкви должен молиться каждый, принявший Христа в свое сердце. «Если душа не возродилась от Духа Святого, не имела личной встречи со Христом, то никакие семинарии, академии, рукоположения ничего не дадут. И чем выше такое будет подниматься по иерархической лестнице, тем более будет возноситься умом, переполняться тщеславием, интеллигентским снобизмом, всезнанием. А нужно только одно – любить Бога, любить людей. Кто не проповедует о Христе, об этой небесной амнистии грешникам, тот не любит Христа и благую весть. Быть делателем на Ниве Господней – это небесное призвание уже в звании оглашенного. Исцеленный Христом бесноватый тут же отправился в город и возвестил всем, что он здрав, а свиньи утонули, погибли. Господи Иисусе Христе, сжалься над несчастной Россией, тысячу лет она уже взывает к Тебе в лице святых своих, избранных Твоих. Господи, вышли истинных служителей, любящих Слово Твое, и чтобы выше проповедей ничто не стояло в их жизни и в нашей. Пробуди пастырей, чтобы они искали Тебя, Слово Твоего, чтобы не внешний блеск, ритуал богослужения, а живая проповедь на родном русском языке обращали людей к Тебе, вышли истинных делателей на Ниву Твою. Толкование на Матфея 10.9.10. Будете питаться от учеников своих, они обязаны доставлять вам это, как делателям. Комментарий Игнатия Лапкина. Феофилакт пишет, что учителя будут получать от учеников за свои труды. Но сейчас, так как учителя, священники не учат, и ученики, то есть православные прихожане, добровольно десятину и пожертвования не несут, то учителя, чтобы прокормиться, вынуждены продавать то, что получили даром. Благодать. И требуют деньги за таинство требы молитвы. Прихожане вынуждены выкладывать эти деньги, часто немалые, потому что у священников в этом вопросе полное монополие. Впрочем, прихожанам такие торговые отношения нравятся, так как заплатив, ты больше ничем не обязан ни попу, ни церкви, ни Богу. Этот грех торговли благодатью называется симонией, и за ним следует отлучение от церкви. 23 правило 6-го Вселенского собора и правила 44-е и 45-е 100 главного собора. Комментарии Толкования Так, тут толкования нету. Комментарий на Матфея 10-32-33. Комментарий Игнатия Лапкина. В самом начале, еще на подходе к созданию церкви, Христос ставит непременное условие спасения проповедь. Ни молчания, ни монашества, ни богослужения, ни самоуглубления, хотя все это появится и сыграет свою положительную и отрицательную роль. Христос говорит притчу о Сеятеле. Лука 8-5. Вышел Сеятель Сеять. Великим Сеятелем является Иисус Назориним. К подражанию, к следованию за собой он призывает всех своих учеников. Этот принцип Сеяния является основным признаком того, что душа возродилась во Христе Иисусе и в ней отобразился Христос. Филиппийцам 2-5. Ибо у вас должны быть те же чувствования и во Христе Иисусе. Воскресший Иисус ищет деятельные души, которые подчиняются Ему во всем и всюду следуют за Ним как за пастырем. В дальнейшем особенно в 4-м веке с момента провозглашения христианства государственной религии, когда не десятки и не тысячи, а миллионы номинальных христиан заполнят церковь, искренне желающие спастись увидят в этом гибель, невозможность исполнять заповеданное Христом и находиться в этой обмерщенной церкви. И они побегут в пустыне, будут образовывать монастыри, писать свои уставы, почти не сверяясь, не согласовываясь с Евангелием. Начнется самоуглубление, будут измыслены всевозможные подвиги, борьба с плодью, и будут в этом деле свои чемпионы, такие как Паисий Великий, Антоний Великий. В дальнейшем счет пойдет не на десятки, а на миллионы отшельников и монахов, которые за всю жизнь ни разу не держали в руках Библию. Они скрывались за этими монастырскими стенами навсегда, скрываясь от мира, ходили на исповедь ежедневно, открывая свои помышления руководителям старцам. Все здесь, как и в житии Марии Египетской, поражает воображение, сила их духа, подвига. Но во всем этом нет ничего не только евангельского, но есть прямо противо евангельское. Спаситель заповедовал идти в мир, а не прятаться от мира. Евангелие Таана 17 15 Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Движение души, потянувшееся к Богу, может быть спасительным только тогда, когда эта душа свой путь будет сверять с кровавыми следами Спасителя. Церковь Христа это гостиница, но не тюрьма. Человек, привезенный в гостиницу добрым самарянином, имеет свой дом знакомых, к которым, конечно же, он и возвратился после излечения. Израненная грехами душа, признав себя погибшей, уверовав в искупительную заместительную жертву голгофского страдальца, принимает его в свое сердце. И Господь берет грехи этого человека на себя и умирает за них на кресте и омывает их своей причистой кровью. Получив прощение грехов во святом крещении, этот человек благословляется Иисусом на труд в этом погибшем мире. Он не замыкается в стенах церкви и монастыря. Это противоестественный, антиевангельский путь. Он обязан почувствовать любви к ближним, подобным себе, исповедовать Христа как Агнца, как Пасху новую. Он должен выйти на паж как самарянка, пошедшая от Христа в город, как исцеленный бесноватый. Евангелие Иоанна 10.9 «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Перечитайте несколько раз этот стих. Рассуждая от обратного, мы услышим такое звучание, что если человек, вошедший в церковь, не выйдет на проповедь о распятом и воскресшем спасителе, не будет искать эту пажить, то есть души, над которыми он должен трудиться, он не спасется. Вошедший Христом в церковь и замкнувшийся в монастырских стенах, не исповедующий Иисуса спасителем, обещанным Иеговой, Мессии не спасется. 1 Иоанна 4,15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и Он в Боге. Апостол Павел умолял последователей Христовых смотреть на опыт тех, кто следовал за Иисусом, дабы эти люди были покорны словам Евангелия, которые они приняли всем сердцем и исповедуют перед всеми, что это их светильник и руководство в жизни. 2 Коринфянам 9,13 Ибо видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Христос ставит непременное условие исповедовать имя его перед теми, кому мы будем иметь доступ. Он обещает победу своим верным служителям, обещает и то, что он сам исповедует таких перед всей вселенной в судный день, что это его верные последователи, которые шли за ним, куда бы он их не повел. Откровение 3.5 Побеждающий обличется в белой одежде, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. исповедовать значит свидетельствовать о любви Божией, освящая мрак этой жизни. 1 Фессалоникийцам 1.8 Ибо от вас понеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. То, что сегодня называют православием, прийти, помолиться и снова молча заниматься своими делами, даже своей душой, никому не свидетельствуя о пришедшем Мессии, о его скором возвращении на землю, такой веры первые христиане не знали. И такая вера в языческом окружении сгинула бы в первом столетии. Произошла страшная подмена Евангелия вымыслами человеческим, которые преподносятся в обложке святости. Но возрожденная душа скинет с себя эти вериги и воскликнет Псалом 118-113 «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Истинное православие это жизнь во Христе по Евангелию с непрестанным исповеданием Спасителя своего. «Воу». сейчас я сейчас скажу сергей ты время на это не брать я не про именно а ты как-то на бумажке помещай когда начинаешь новый ролик и такая-то глава стих и когда закончил рядом скинешь и все и потом внизу подставим когда я буду делать но вы же вы же говорили чтобы на ролике тоже было видно вот это вот надпись она будет и уже будет видно какая часть потому что мне то когда их обрабатывать то тоже это бы неплохо было которая пишет куда-то отдельно с ними там что тебя не писать больше ты и сразу раз скопировал поставил только разные места описания подставишь и все тогда ты тоже хорошо делаешь я-то думал чтобы не какие я думал внизу подписывать когда буду ставить какие места я-то не слежу за этим ну ладно смотри сам на места чё эти места то нам дадут просто по частям он весь новый завет и ты помещай себе все время а то следующая часть можно у тебя 5 4 или 6 цифра нарисую зачеркиваю карандашиком а вот эти вот места то принципиально писать в названиях или не обязательно матфея 10 вот это вот это матфея то вот это я про это и говорил потому что люди будут искать комментарии именно на место писания я думал что если ты пометишь а потом скинешь а я когда буду уже оформлять все и внизу буду сразу делать скидку как сейчас мне вот там не до недоступ или как по мере его сейчас андрей содержание каждого собрания по минутам так и здесь это хорошо в этот скопируешься внизу то вот матфея так какая-то и чем заканчивается ты сейчас не знаешь самый я не знаю насколько хватит до это тогда только в названии потом подписывать надо хорошо этом все вот это скопируем вставляю перед каждым только слова счастью цифру менять красным все у тебя очень хорошо а вот только одну цифру пиши заднюю которым чем закончится то это часть 4 а первую то тут сразу я найду ее а лучше конечно если бы 2 было рядом скопировать а то включать тут мне неудобно тронул ты большой я даже не ожидал так получится но это теперь ссылки делать папы меня разорвут на счастье есть еще со мной со мной случится что ну мало ли что случится то по умышлением они тут будут свода святия молебна по всей стране благодарственная служить так думаю даже шагин отошел это они как заскрипели андрей то тогда я сказала про эти про все голубые происки так там молитвы начали составлять монахи против него тут так что тут ясно дело за меня многие молятся я думаю что я им недоступен сегодня господь меня хранить и ангел будет на молитвы может быть написать евангелие от матфея 10 глава и 10 достаточно будет первых вот эту первую не написать копирую и а куда тебе нет чтобы какая-то у тебя была в ворде открыто нет я вот так вот смотрите вот комментарий на толкование феофилакта на не надо не надо не надо ничего трогать не трогай не надо поставить матфея 10 глава нет не надо это уже будет и подписывать тут ошибки бы ты не знаешь последнее что записать ты вот это только цифру это карандашиком матфея 10 и дальше тире и чем закончится вот эта 4 глава ты что-то тут это не знаю еще трогать не надо у тебя все как надо внизу я буду показывать и люди видят первое как комментарии там внизу часть 4 матфея 10 закончится там 12 главой где-то мне вот эту последнюю цифру пиши потому что я тут не слежу ухожу выше 2 главы и вот это первое напиши первое то и сразу вторую когда закончишь чё больше ничего тут не начало это у меня запрыгало то тут опять но и меня там этот веществ об уже сделал какая будет картинка все как надо мы его вместе с обсуждали грамотные есть почему мне вот это запрыгало то продолжаем во имя отца и сына и святого духа аминь комментарии на толкование афилакта ты вот что делал это тебе бери бумагу карандаш и записывай часть 4 матфея такая-то когда кончит последние то ты его и выпиши а чтобы не ошибиться предпоследнее уже записывай а потом последний вычислить под под поставь ему трудно сбиваются возьми бумагу то и все у тебя получится а потом перепишешь мне скинешь все сергей павлович додумались давай но и и мне скидывая в скайпе чтобы я сразу же когда ролики будут закачивать чтобы в оглавление уже вот это буду и писать комментарии часть 4 матфея 1034 и черточка не надо потому что картинку портить нельзя описать больше не где я буду внизу подписывать комментарии как бы я в я про название говорю мне же тоже нужно название ролик это а вообще как вы узнаете название мне в названии я буду вам писать его еще более мне напишет 3 как самом названии ролика я говорю уже нужно нужно будет я сейчас не про картинку говорю уже общее название в картинке дано а содержание наименование файла мы же все файлы именуем наименование файла нужно будет писать вот это чтобы человек когда искал название файла вот это вот нужно писать начало и конец не я говорю не надо я буду писать ты ты делай то что есть ты и так тут путаешь тебя это сбивать будет ничего не на только сейчас 4 5 вот это держи описать матфея чем закончат сестра ольга будет делать все давай вперед не трогать еще нет и мне тоже я же тоже выставляю на своем канале и тоже будут люди искать так что мне тоже тогда да я просто прошу ты начнешь снимать с нашего когда начнем ставить то раньше не ставь и тогда от готовы скопируешь и вставишь слушайся я говорю послушай ты не послушаешься путаница будет опять пожалуйста да послушайся не пойму если все одинаковые будут как мы запутаемся во имя отца и сына и святого духа аминь комментарии на толкование феофилакта игнатий лапкин часть 4 толкование на матфея 10 34 36 меч означает слова веры которая отсекает нас от образа жизни домашних и сродников наших когда они препятствуют нам в деле богопочитания толкование на матфея 11 4 6 под благовествующими нищими разумей или проповедовавших проповедовавших тогда евангелие то есть апостолов которые как рыбаки действительно были нищие презираемы за свою простоту или тех нищих которые слушали евангелие желая получить сведения о вечных благах и будучи нищие добрыми делами обогащались верою и благодатью и евангельского благовестия комментарий игнатия лапкина любовь включает в себя две основные заповеди это две скрижали два крыла к небу если человек сам познал истину путь спасения как он может удержать в себе эту радость то что сегодня пастыри к этому не призывают и паства об этом не тоскует и не имеет в этом нужды чтобы трудиться на поприще евангельского благовестия говорит о невозрожденности пастыри и пасум их а их теплохладности о пребывании в смерти деяние 18 но вы примете силу когда сойдет на вас дух святый и будете мне свидетелями в иерусалиме и во все иудеи и самарии и даже до края земли евангелие то она 1613 когда же приидет он дух истины то наставит вас на всякую истину ибо не от себя говорить будет но будет говорить что услышит и будущее возвестит вам там где дух господень там свобода во христе проповедь любви и о любимом он является темой всех разговоров нужно всегда помнить что этот мир наполнен темными духовными силами поставившими пред собой задачу во всем противиться повелением божиим и ставить преграды к притворению в жизнь заветов христа и особенно змей заботится о том чтобы не рождались души чтобы им никто не исповедал иисуса победителя и это учение о молчании о неисповедании иисуса о неблаговестии есть от дьявола от красного дракона откровение 12 4 дракон сей стал перед женою которой надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца римлянам 8 9 если же кто духа христова не имеет тот и не его дух христов всегда побуждал пророков и апостолов на свидетельство о слове божьем дух христов человеке или иной дух темный злой адский это можно узнать по отношению человека к проповеди к исповеданию иисуса 1 иоанна 4 2 духа божия и духа заблуждения узнавайте так всякий дух который исповедует иисуса христа пришедшего во плоти есть от бога 1 иоанна 4 3 а всякий дух который не исповедует иисуса христа пришедшего во плоти не есть от бога но это дух антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь и есть уже в мире толкование на матфея 11 28 30 всех сих христос призывает к успокоению ибо что за труд уверовать исповедать и креститься комментарий гнатия лапкина иго христа это иго любви возрожденная от духа божия искупленная иисусом душа подобно марии магдалини подобно невесте в песне песней успокоение даже среди огненных испытаний она находит себе только свидетельствуя о женихе свое исповедать иисуса в этом мире это радостный животворящий труд свободной во христе облагороженной деятельной обновленной души это иго они с радостью несут на свободе и вузах и этим они вдохновляются и переходят от силы в силу псалом 91 15 они и в старости плодовиты сочны и свежи псалом 103 33 буду петь господу во всю жизнь мою буду петь богу моему доколе есть толкование на матфея 12 2 5 часто напоминает им не читали ли обличая таким образом тот суетный труд их что они читают не разумея читаемого комментарии Игнатия Лапкина горе человеку ненаученному он как слепой без поводыря выводя апостола Петра на вселенскую проповедь господь поручает ему агнцев и овец новоначальных и уже укрепленных читать писание и не понимать его это даже для благородного человека томительно не спасительно и может стать смертельным как для евнуха не встречся он с диаконом Филиппом в церкви христовой бог поставил апостолов пророков и учителей если апостолы прошли в первом веке пророки встречаются пугающие редко и очень часто оказываются лже пророками то учителя с первого и до последнего дня церкви христовой будут востребованы в самом большом количестве на каждом шагу это те самые делатели о которых заповедано молиться святые отцы вселенской церкви истолковали священное писание все и нам его нужно как драгоценное наследие знать и исполнять наиболее современное толкование евангелия дошедшее до нас приближенное к нашим дням написанное на родном русском языке это толкование вышинского епископа феофана грубовато крестьянское без всякой изысканности и утонченности оно каждым словом врезается в память благословенные персты писавшие истолкование священного писания знание писания и истинное разумение его то есть толкование помогает сохраниться от ереси бороться с ними и пленять еретиков послушания христовой церкви лживые истолкователи израиля так исказили истинный смысл писания что в сознании народа образ обещанного богом мессии был совсем не похож на того кто родился от девы марии евангелие это она 1.11 пришел к своим и свои его не приняли тысячи ереси не похожих друг на друга имеют обоснования своим заблуждением на странице в библии тогда когда нет истинного разумения истинного толкования на матфея 12 7 8 обличает их и укоряет в невежестве за неразумение писаний пророческих между тем как учители поучают народ и стараются принести многим пользу некоторые подобно фарисеям завидуют и досадуют комментарий Игнатия Лапкина Иоанн Златоуз говорит что дом в котором есть библия делается недоступным для дьявола имея в виду то что живущие в доме живут согласно написанного в библии 2 петра 1.21 ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божии человеки будучи движимы духом святым правильное толкование священного писания может только дух святой как автор библии и только дух святой может раскрыть разум для принятия истинного смысла писания лука 24 45 тогда отверст им ум к разумению писаний могли ли иудеи участь закону божию с самого юного возраста познать во христе обещанного моисеем пророка ефрем силен говоря об антихристе говорит что живущие свято узнают его тем более живущие свято потянутся к господу как сродственные ему что мы и видим на апостолах они многократно слышали толкование о пришествии илии не доумевали наслышанные слова христа но господь говорил всего лишь несколько слов разъяснения и все их прежнее научение от фарисеев исчезало навсегда такая ситуация сложилась сегодня в православной церкви относительно крещения и многого другого согласно канонов церкви в самой библии творение святых отцов житие святых крещения есть полное погружение сокрытие в воде как в могиле есть священники которые поверили в эту истину но большинство из них продолжает повторять что и мочение мокрой ладонью головы тоже считается за крещение и что таких некрещеных нужно считать крещеными это не повреждение ума а иной дух противный духу православной церкви противный духу вселенских соборов противной очевидной истине толкования на матфея 12 43 45 а ты разумей еще вот что посредством крещения нечистый дух изгоняется и бродит по обезводным местам и душам некрещенным но в них не находит покоя комментарий Игнатия лапкина в крещении принятом по вере человек получает прощение грехов Деяния 22.16 итак что ты медлишь встань крестись и омой грехи твои призвав имя Господа Иисуса он облекается во Христа получает белоснежную одежду брачную галатам 3.27 все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись но речь идет не о механическом крещении хотя бы и с троекратным погружением но принятом глубоко сознательно с искренним раскаянием в прежней греховной жизни Деяния 2.38 когда разум совесть очищены словом Божиим через принятие его и исполнение Иоанна 15.3 вы уже очищены через слово которое я проповедал вам сегодня в подавляющем большинстве православных храмов старого или нового обряда в России или за границей ко крещению подходит не как к завершающему моменту в обращении из язычников христианина но подходит как язычники к своему шаману что-то невнятное будет прочитано какие-то непонятные действия движения батюшки одетого в особую одежду без веры этот ритуал для человека ничем его сознание не отличается как таинство для дикого тунгуса к крещению подходят как языческому оберегу от несчастного случая от порчи правильное понимание крещения это мысль Духа Святого отображенное в Библии в крещении человек омывается освящается от грехов именем Иисуса Христа и Святой Троицы 1 Коринфянам 6 11 и такими были некоторые из вас но омылись но осветились но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего только при истинном крещении человек получает очищение от нечистой силы при полном отречении от нее и хранением себя в заповедях Божьих в противном случае если человек приходит к крещению совершенно неподготовленным и не думает менять свою жизнь начав жить по Слову Божию тогда в нем не происходит никакого изменения и никакого очищения от злого духа в житие Святого Макария Александрийского память 19 января написано что во время богослужения во время самой божественной литургии в храме присутствуют демоны и сам сатана и даже становится на место настоятеля и страшно сказать когда все видят как священник подает причастие причастникам в действительности же оказывается что злые духи эфиопы вкладывают в уста этого причастника адский уголь 1 коринфянам 11 27 30 посему кто будет есть хлеб сей и пить чашу господню недостойно виновен будет против тела и крови господней да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господнем оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает если такое совершается в таком страшном таинстве значит это может совершаться и в любом другом когда люди не судят сами себя и недостойно подходят к таинству согласно этого видения и того что открыто было симеону юродивому макарию египетскому и антонио великому подобное может состояться с любым кто недостойно приступает к таинствам причащению крещению и другим всюду где встречается упоминание о крещении и причащении и о благотворном действии этих таинств на человека всюду имеется в виду только то что человек приступает с полной верой со страхом раскаянием и в чистоте не возвращаясь к прежним грехам Толкование на Матфея 13 31 32 Горчичное зерно означает проповедь и апостолов которые объяли всю вселенную хотя их было и немного так что на них почивают птицы небесные то есть те которые имеют легкие и парящие высоту у Толкование на Матфея 13 33 Некоторые по закваску разумеют проповедь под тремя мерами три силы души познавательную чувствовательную и желательную а под женою душу которая скрывши проповедь во всех своих силах смешивается таким образом с нею заквашивается и освещается от нее комментарий Игнатия Лапкина говоря о проповеди Евангелия Иоанн Златоуст постоянно повторял что он один ничего не успеет если его прихожане его слушатели не понесут дальше то что они слышали в храме он умолял быть проповедниками всех до последней женщины до последнего раба он говорил посмотрите как двенадцать апостолов сумели заквасить охватить проповедью всю вселенную признайтесь же насколько худы мы что если нас так много в одном городе и город все еще ведет себя как языческий и указывал например проповеди апостолов которые объяли всю вселенную перенося события из константинополя в россию мы можем сказать что проповедь евангелия в россии не стояла никогда на первом месте такую задачу не ставили ни патриархи ни архиереи ни священники перед революцией 1917 года в россии было 1275 монастырей и 57 тысяч храмов и оказалось что это огромное силище умышленно закупоривалось монастырские стены это закваска не попадала в мир и этот мир был заквашен другой закваской безбожной агитацией людоедов сегодняшняя ситуация полностью до мельчайших деталей повторяет то время в россии перед великой катастрофической перед великой катастрофой патриарх проезжает по россии в 2002 году в рождественской своей речи говоря о духовном состоянии россии церкви на первое место ставит строительство храмов как признак возрождения духовности все же сектанты самые экзотические эритики пытаются подражать апостолам в деле проповеди делом проповеди в мире занимаются все кроме православных православие заквашивается только строительством храмов исповеди и причастием и стремлением к власти мы же должны проникнуться до глубины сердца этой самой короткой притчи христа о трех мерах муки уши сердца руки услышал поверил исполнил без проповеди евангелия без первой меры муки все остальное остается в прежнем состоянии мы должны учиться воспитываясь на страницах священного писания и подражать апостолам которые с проповедью евангелия облетали всю вселенную как на крыльях чтобы и наша проповедь как и проповедь апостолов объяла всю вселенную толкование на мотфея 13 44 поле мир сокровище проповедание веры и познание о христе комментарий Игнатия Лапкина когда проповедь и частное собеседование были устранены то о нравственности прихожан пришлось забыть церковь перестала отличаться от мира проповедь евангелия веры христовой вот основное оружие в правой и левой руке благовестника то есть библию он держит раскрытой двумя руками одной рукой ее не раскроешь 2 коринфянам 6 7 слове истины в силе божией с оружием правды в правой и левой руке еще на подходе к званию пастыря священника архиерей обязан совершенно точно знать кандидата и ни в коем случае не допускать до этого поста безгласного без языкового пусть даже и высоконравственного главное оружие проповедника это язык чтобы он был как трость скоропис псалом 44 2 излилось из сердца моего слово благое я говорю песнь моя о царе язык мой трость скоропис если в церкви нет проповеди она обречена на вымирание на бесплодие полное вырождение прихожане превращаются в суеверных темных и злобных завистливых и скупых где нет евангельской проповеди там тлен и смрад невежество и тупость где нет проповеди там извращенные мысли настоящая мракобесия только слово господне вложенное во внимательные уши благословенным языком проповедника рождает истинных чад церкви сынов и дочерей Нева римлянам 10 17 итак вера от слышания а слышание от слова божия римлянам 10 15 и как проповедовать если не будут посланы как написано как прекрасные ноги благовествующих мир благовествующих благое толкование на матфея 13 45 46 и как обладающий жемчугом и часто держащие его в руке сам знает каким владеет богатством а другие не знают так и проповедь истинной веры сокрыта бывает от нерадивых и не хотящих искать ее комментарий Игнатия Лапкина чтобы люди искали этот жемчуг истинную веру необходимо проповедь живое слово и одна часть семени все же должна дать плод земля должна жаждать этого семени даже самая вдохновенная проповедь апостола оставляла бесчувственными многих его слушателей принять проповедь искать или не искать жемчужину Бог положил в произволение каждого человека людей нужно приучать к Слову Божию установить его авторитет в первую очередь для самого проповедующего слова проповедника должны быть исполнены глубокой веры если человек не знает что именно на этом поле в этом месте зарыта жемчужина то как он может приобретать это поле и тратиться впустую для каждого человека в священном писании есть какой-то ключевой золотой стих через который Господь найдет его проповедующий должен молиться чтобы Бог открыл позволил нащупать это уязвимое место через которое душа раскроется навстречу Иисусу как это было у блаженного Августина у святой Евдокии проповедник должен знать священное писание почти наизусть и каждому человеку указать где зарыта его жемчужина Комментарии Игнатия Латкина на Матфея 14.34 Иван Златоуст пользуясь этим местом священного писания о бесстрашии Иоанна Крестителя обличающего тирана говорит что и ты можешь стать мучеником пойди и обличи беззаконника стоящего у власти как пророк предтеча не мог не знать характер Ирода и вряд ли он надеялся на то что деспот примет от него обличение и наставление но он пошел и лишился своей головы подобное случалось в истории церкви Христовой не раз мы можем в этом ряду увидеть что увидеть и мы узнаем героев веры обличающих стоящих у власти Иоанн Златоуст Максим Исповедник Феодор Студит Исаакий Далмасский митрополит Филипп и другие почему же нынешнее церковное правление патриархии не заботится о нравственности населения когда правители беззаконничают никем не обличаемые то ниже стоящие власти и простой народ развращаются привыкнув думать что беззаконие не наказуемо вот недавний случай о котором теперь знает практически весь мир как утверждают сми вот что случилось с нынешним патриархом Алексием вторым патриарха Алексия потрясло видение Феодосия Печерского 28 октября у патриарха Всеруси Алексия второго случился сердечный приступ врачи также подозревали микроинсульт ему стало плохо во время архипастерской повестки в астраханскую епархию врачи успели оказать ему квалифицированную помощь во вторник больного перевезли в Москву в ЦКВ представители СМИ моментально связали болезнь патриарха с переживаниями последних трагических событий в Москве однако мало кто знает что в действительности послужило причиной удара информация о том что на самом деле произошло в Астрахани с патриархом пришла к нам из конфиденциального источника в окружении Алексия возможно эти сведения прольют свет на истинные причины внезапного недомогания Алексия но кто в самом деле из знающих хладнокровность патриарха поверит в официальную версию вспомним когда расстреливали белый дом в 1993 году Редигер это перенес вполне спокойно да и другие не менее драматические события он переживал совершенно безмятежно в этот же раз по словам нашего источника истинной причиной приступа стало некое видение посетившие и потрясшие патриарха в том что увидел Алексий перед тем как с ним случился удар он признался нескольким лицам окружавшим его вскоре после видения за несколько часов перед тем как состояние его здоровья стало резко ухудшаться при этом более всего патриарха поразил сам сверхъестественный факт ибо как утверждает источник Алексий несмотря на свой высокий церковный сам воспринимает религию скорее как традицию и ритуал нежели на самом деле хоть во что-то верить однако в видении неожиданно посетившим патриарха явился некий благообразный старец в монашеском одеянии назвавший себя игуменом феодосием печерским как известно этот настоятель киево-печерского монастыря живший в одиннадцатом веке и стоявший у истоков православия на руси еще при жизни почитался верующими как чудотворец а после смерти был признан святым святой феодосий стоял прямо перед патриархом в его светлых пронзительных глазах не было гнева но был заметен жестокий укор Алексий передал дословно то что он услышал от старца игумена цитата отпали от бога ты и многие братья твои и к дьяволу припали произнес святой и правители руси не правители уж суть а кривители и церковь потворствует им и не стоять вам по правую руку от христа и жаждет и ждет вас мука огненная скрежет зубовный страдания бесконечные ащи не ополнитесь окаянные милость господа нашего безгранична но слишком долг для вас путь к спасению через искупление бесчисленных грехов ваших а час ответа близок после этих слов видение исчезло оставив совершенно оцепеневшим редигера который никогда ничего подобного не испытывал более того всегда со скептицизмом относился к сообщениям о всякого рода чудесах вскоре после этого патриарху сделалось плохо те кто оказывал ему первую помощь утверждают что больной едва слышно шептал не может быть не может быть официальный диагноз который поставили врачи в больнице звучал гипертонический криз с элементами динамического нарушения мозгового кровообращения перед самым критическим обострением состоял неоздоровье Алексий рассказывал о своем видении пребывая в состоянии крайней подавленности по версии источника позже немного придя в себя патриарх заявил что где у него были галлюцинации однако то что он перед этим рассказывал о явлении Феодосия нескольким людям свидетельствовало что растерявшийся Алексий пытался найти опору в ком-то в минуту глубокого душевного оцепенения в которое его ввергли слова Феодосия по мнению источника Алексий никогда не расскажет о видении никому более тем не менее слова о том что это был Феодосий Печерский полузабытый святой русско-православной церкви и другие детали а также потрясения которые испытал патриарх говорят о том что такой факт был конец цитаты обрати внимание на то что святой говорил о потворстве церкви грехам правителя Руси которых он именует кривителями иными словами речь идет о тесной связи государственной и духовной власти в россияне отметим также что и сама судьба редигера каким-то мистическим образом связана с нынешней политической системой он был возведен сам патриарха в конце перестройки когда уже формировались очертания современной абсурдной россияне когда борис ельцин уже вовсю заявил свои претензии на верховную власть патриарх жил вместе с режимом возвышая вместе с его утверждением а в самые критические для него моменты выступала как опора режима именно так было например в начале осени 1993 года когда россиянская власть казалось бы держалась на волоске так не связана ли и нынешняя болезнь патриарха с очередным тяжелым для политической системы периодом как представляется связь церкви и государства действительно носит мистический характер но от бога ли она исходит в нынешней россии агентство русской информации 3w ari.ru это сообщение может быть истинным тогда остается только один вопрос почему это видение так запоздало явилось и почему не была предложена речь преподобного и почему не была продолжена речь преподобного феодосии по смыслу видений какие были святым здесь обязательно должны были звучать слова которые слышали всегда святые такие как серафим саровский что не просто отступили от бога но именно от слова его и слово божие заменили своими вымыслами или патриарх религи дроздов недосказал виденное видение если же этого видения не было его просто придумали сфабриковали не другие патриарха и православной церкви то фабрикация сия более похожа на правду чем сама правда неужели сам патриарх и сотоварищи не видят во что превратилась организация которой они столько лет руководят которую называют православной церковью и московской патриархией абсолютное полное обмерщение и нигде ни в чем церковь и мир не отличаются Василий же великий утверждает что у верующих все иное не только духовная жизнь но и одежда и еда и походка настолько иное и так отличается как овца от волка как голубь от ястреба неужели действительно бог не может найти свободного в нашей жизни времени не заваленного грехами места жизни через которые он мог бы достучаться до нас и вынужден обращаться к нам только через видение сновидения слово божие предвидело это побуждая во все дни и во все века искать связи с богом откровения от него только через слово его и через молитву иеремии 23-28 пророк который видел сон пусть и рассказывает его как сон а у которого мое слово тот пусть говорит слово мое верно что общего у мекины с чистым зерном говорит господь сегодня мы получаем сведения об одном видении якобы бывшим патриарху но завтра совершенно обратных видений будут тысячи и все они будут подтверждаться и мироточением и нетлением и благоуханием и все они могут быть от дьявола дух лжи наполняет не только этот мир но и те места где возносятся молитвы к богу этот дух умеет вызывать доверие к себе этот дух находит поддержку и отклик от придержащих эту мирскую власть 3 книга царства 22 20 23 и сказал господь кто склонил бы ахава чтобы он пошел и пал в рамове голландском и один говорил так другой говорил иначе и выступил один дух стал при лицам господа и сказал я склоню его и сказал ему господь чем он я войду и сделаюсь духом лжи в устах всех пророков его господь сказал ты склонишь его и выполнишь это пойди и сделай так и вот теперь попустил господь духа лжи в устах всех пророков твоих но господь изрек о тебе недоброе иеремии 5 31 пророки пророчествуют ложь и священники господствуют при посредстве их и народ мой любит это что же вы будете делать после всего этого иеремии 6 13 ибо от малого до большого каждый из них предан корости и от пророка до священника все действуют лживо иеремии 23 11 ибо и пророк и священник лицемеры даже в доме моем я нашел нечестия их говорит господь Михея 3 11 главы его судят за подарки и священники его учат за плату и пророки его предвещают за деньги а между тем опираются на господа говоря не среди ли нас господь не постигнет нас беда с афония 3 4 пророки его люди легкомысленные вероломные священники его оскверняют святыню попирают закон человек который любит библию и читает ее как слово божие в этом видении патриарха ничего нового для себя не найдет ибо слово божие постоянно говорит об этом любите библию которая даст в миллионы крат больше чем любое видение господь близко описание этого случая с патриархом бывшего или не бывшего дает надежду на то что бог сохранил неведомый нам остаток тех людей которые не согласны с тем что вытворяют деятели лжеправославия под вывеском московской патриархии конец четвертой части спаси христос сегодня все с богом отошел слава богу так ольга так ольга николаевна все что записала мне скинь не т.к. н.к. никого нету